МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь4. Из всех событий, уходящих 7 дней, мы выделяем главные, не упуская ключевых деталей. Здравствуйте! Умная техника Гомсельмаш представил новую модель комбайна. Вода должна быть чистой. В Гомельском районе открыли две станции обезжелезивания. Лето, жара, пляж. В регионе начался пляжный сезон. Все подробности этих и других событий жизни региона в ближайшие 26 минут. В ближайшее время конструкторы научно-технического центра комбайностроения акционерного общества Гомсельмаш представят усовершенственные модели наиболее популярных машин. Кроме того, здесь ведутся разработки так называемых умных комбайнов, которые могут работать практически без участия человека. Перспективами отечественного комбайностроения на этой неделе поинтересовались наши корреспонденты. Обеспеченность работы и достойная заработная плата. Для руководства любого предприятия это всегда приоритетное направление. Востребованность продукции Гомсельмаша имеет ярко выраженный сезонный характер, а поэтому благоприятную ситуацию необходимо использовать максимально эффективно. Сегодня проблем с загрузкой в акционерном обществе явно не испытывают. Более того, если еще в прошлом году сборку 10 комбайнов в смену считали очень неплохим результатом, то сейчас это количество необходимо увеличить как минимум в полтора раза. Еще несколько красноречивых цифр. За пять месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого экспорт продукции Гомсельмаша увеличился более чем на 40%. На июнь месяц у нас установлен и доведен план более 440 машин изготовить, отгрузить. Основные это наши традиционные рынки сбыта. Это Республика Беларусь, Российская Федерация, Казахстан. Несколько машин это Армения. И конец июня намечена отгрузка страны африканского континента. Разработка и выпуск новой продукции в условиях современного рынка жизненная необходимость. В этом году на предприятии намерены собрать 50 комбайнов по лесу GS3219. Первые экземпляры этой модели на Гомсельмаши презентовали в прошлом году. Оригинальные конструктивные решения и особенности компоновки рабочих систем машины позволяют достигать максимальных результатов при умеренных энергозатратах, что гарантирует низкую себестоимость серна. Правда, увидеть ее в белорусских сельхозпредприятиях пока достаточно сложно. Пока наши аграрии присматриваются к новой модели, за границами Беларуси ее преимущества уже оценили. Если мы говорим сегодня о комбайне с гибридной схемой «Молота-3219», то это комбайн, который позволяет повысить производительность, допустим, с наиболее весным комбайном «1218» порядка 30%. То есть, в принципе, это сократит необходимость, потребность в механизаторах уменьшится, потому что вы знаете, что сегодня в странах СНГ механизатор становится такой редкой профессией. Еще одна перспективная и на сегодняшний день явно экспортно-ориентированная модель – этот зерноуборочный комбайн, первый в мире с газовым двигателем. Главная задача, которую ставили инженеры – экономия. 400 кубических метров сжатого природного газа перетекают в углепластиковые баллоны всего за 10 минут. Этого объема комбайну хватает на 10 часов непрерывной работы. Еще один плюс природного газа – его экологичность. Метан считается одним из самых чистых вариантов топлива для двигателей внутреннего сгорания. Как ожидается, эта модель будет особенно востребована в России. Во всяком случае, там уже есть целые районы, где на газе работают тракторы. Имея такой комбайн на газу за счет снижения стоимости газа, его надо интенсивно использовать, и тогда он дает высокую отдачу. Допустим, если убирать кукурузу и зерновые, то за 4-5 сезонов происходит самоокупаемость этого комбайна. Возговой центра завода. Более 400 конструкторов. Особая гордость Гомсельмаша. Об их профессионализме и востребованности на мировых рынках можно сузить по такому факту. Именно конструкторы Гомсельмаша создали новый образец початка уборочного комбайна специально для китайских фермерских хозяйств. Принципиальной особенностью новой машины является уборка початков кукурузы без последующего их обмолачивания. В Китае кукуруза оставляется на хранение в зимнее время только в початках. Классная школа инженерной службы, инженеров-конструкторов, которые сегодня трудятся ежедневно своим плодотворным трудом, создают новые модели. Она у Гомсельмаша сохранилась. И вот благодаря тому, что наш мозговой центр, который сегодня носит название научно-технического центра комбайна строения, по сути, это лаборатория с полной базой, испытательной базой, наличием квалифицированных кадров, она и позволяет добиваться таких высоких результатов. Сегодня в научно-техническом центре комбайна строения работают над несколькими новыми проектами. В течение ближайших двух-трех лет на предприятии планируют модернизировать базовые модели. Кроме того, в разработке Гомельчан машины, которые в перспективе смогут работать практически без участия человека. Трендом на будущее это будет все-таки оснащение системами дистанционного мониторинга, чтобы можно было, допустим, дилерам или даже заводам следить за работой машины прямо из дистанционной, скажем так. Кроме этого, конечно, работаем мы над созданием машин с использованием искусственного интеллекта. Это тоже мировой тренд сегодня, и мы в этом направлении тоже работаем. Олег Сенсюров, Ольга Коновалова, Валерий Копанько. Новости недели. На этой неделе в Гомельском районе открылись две станции обезжелезивания воды в деревнях Романовичи и Климовка. Благодаря государственной программе «Чистая вода» более двух тысяч местных жителей теперь обеспечены качественной питьевой водой, соответствующей всем санитарно-гигиеническим нормам. На открытии важных и долгожданных для района объектов побывал наш корреспондент Анна Корольчук. Теперь в нашей деревне Романовичи воду можно пить прямо из-под крана. Продегустируем. Этот день был долгожданным в Романовичах. Наконец, чистая вода пришла в деревню. Алексей Соловьев живет здесь 15 лет, воспитывая двух детей. Говорит, населенный пункт постепенно развивается и становится более комфортным. Единственное, чего долго не хватало – качественной воды. Сейчас здесь появилась станция обезжелезивания. Проблема с водой здесь уже давно, потому что старые системы коммуникации были. Вопрос стоял очень остро, потому что маленькие дети и все-таки здоровье детей – это первоочередное. Мы ждали очень давно, и мы очень благодарны и Гомельскому жилкомхозу, и облсполкому, и располкомам. До появления станции в Романовичах количество железа в воде превышало норму в 3-4 раза. Местные жители обращались в районную жилищно-коммунальную службу с просьбой решить проблему. Специалисты проводили прочистку сетей, но это давало кратковременный эффект. Теперь проблемный вопрос закрыт, по крайней мере, на ближайшие 20 лет. На сегодняшний день содержание железа по норме 0,3. Здесь до 0,3 мы даже не доходим, то есть перекрываемся немножко норматив, где-то 0,25. То есть жители уже получают чистую воду, питьевую. Конечно, это достаточно хорошо, потому что шли к МИЗМО, к сожалению, не первый год. И вот достаточно быстро спроектирована была станция, и еще быстрее, конечно, такие сжатые сроки было построено. Станция в Романовичах очищает 14 кубометров воды в час. За месяц получается 5100. Этого не только достаточно, чтобы обеспечить деревню чистой водой, но и создать определенный резерв. Сейчас к объекту подключено 655 домов с центральным водоснабжением, в которых проживает около 1300 человек. Если количество абонентов увеличится до 2000, в деревне сделают вторую скважину. Станция безжелезня в Климовке обслуживает меньшее количество жителей, поэтому имеет и меньшую производительность – 10 кубометров воды в час. Кстати, на строительство двух объектов из республиканского и областного бюджетов было потрачено более 320 тысяч белорусских рублей. При строительстве использовались отечественные материалы и оборудование. Председатель Гомельского райисполкома Елена Олексина отметила, что в районе сейчас 13 станций обезжелезвения, которые ежемесячно очищают 72 тысячи кубометров воды. Сегодня жители искренне благодарны за то, что приходит качественная питьевая вода. Таким образом мы обеспечим необходимые условия для здорового питания, для качественного питьевого водоснабжения. И верю в то, что обоснованные жалобы наших граждан по качеству воды, они сами собой будут разрешены. К концу года в Гомельском районе откроют еще две станции обезжелезвения – в Грабовке и Марковичах. Еще пять объектов введут в эксплуатацию в следующем году. Анна Корольчук, Игорь Марищенко. Новости недели. Вы смотрите новости недели на телеканале «Беларусь-4 Гомель». Мы говорим о главных событиях уходящих семи дней. Программу продолжит обзор от службы информации. Председатель Гомельского облсполкома Геннадий Соловей провел прямую телефонную линию. Сразу четыре обращения касались водоснабжения. Жители агрогородка Комунар Будокошелевского района жаловались на качество воды, которая из кранов идет с песком. Геннадий Соловей поручил разобраться с проблемой. В трех остальных случаях люди сетовали на низкое давление в трубах, звонили из сельской местности. Здесь все объясняется просто. В сезон полива большой расход воды, отсюда и слабый напор. Гомельчанка пожаловалась на шум ночью от строительства многоэтажки на перекрестке проспекта Октября и студенческого проезда. Кроме того, подъезд к соседним дворовым территориям стал неудобным. Действительно, дискомфорт от работ был. Этот дом должен быть сдан в эксплуатацию в текущем году, а потому строители работали в три смены. Буквально два дня назад перешли на двухсменный график. Главный источник шума – башенный кран – будет прекращать работу в 23 часа. С подъездными путями проблему тоже решат в самое ближайшее время. Звонили жители области не только с проблемами и вопросами, но и с благодарностями. В общем, за три часа на прямую линию поступило 35 звонков. Каждый из тех, кто обратился, получит ответ. Самые острые вопросы Геннадий Соловей взял под личный контроль. Первый модуль технопарка «Коралл» открыли в Гомеле. Новый научно-технологический парк даст дополнительный импульс экономическому развитию и инновационной активности в регионе. Это посодействует увеличению доходов местного бюджета, усилит инвестиционную привлекательность области, сформирует дополнительные условия для инновационной деятельности. Проект реализуется на территории свободной экономической зоны Гомель-Ратон, но он включен в государственную программу инновационного развития Беларуси на 2016-2020 годы. Инвестпроект предусматривает реконструкцию производственных помещений и административно-бытовых корпусов, входивших в состав завода «Коралл». Постепенно полностью меняется функционал и архитектурно-планировочное решение зданий. В начале этого года в областной исполнительный комитет обратились работники гомельского предприятия «Випро». На нескольких листах почти 130 подписей с просьбой помочь навести порядок на одной из гомельских улиц. Люди с плохим зрением и слухом вынуждены были добираться до работы среди машин, водители которых пытались одновременно объехать и пешеходов, и многочисленные ямы. Инженерный проезд в Гомеле в список основных улиц не входит, а поэтому особое внимание ему не уделяли. После обращения в обл. сполком, как только позволила погода, на дорогу вышла техника. Теперь ездить куда более удобно, к тому же, как минимум раз в месяц сюда приходит грейдер. И самое главное для инвалидов, для них сделали тротуар. В следующем году здесь планируется построить новую современную дорогу, а потому работы проводились с учетом уже разработанного проекта. Жители деревни Лопатина Гомельского района уже более двух лет тревожат экологическая ситуация в населенном пункте. Все причины расположены поблизости участок по переработке вторичных ресурсов предприятия «Утилизатор». Однако службы, которые неоднократно проводили проверки, нарушений не обнаружили. Тем не менее, руководство предприятия пошло навстречу пожеланиям людей и планирует в ближайшее время перенести производство. Сейчас работают над оформлением необходимых документов. Понятно, что перенести такое мощное производство невозможно в сжатые сроки. На это потребуется время, но, как утверждают на предприятии, ждать недолго. При этом обещают решить все временные сложности, вызванные появлением пыли в воздухе. С приходом лета стартовал и свадебный сезон. Традиционно этот период наиболее популярный у молодоженов. Даты, регистрации, площадки, подрядчики – обычно все бронируется заранее. Лето же 2020 в этом плане по понятным причинам нетипично. Как пандемия повлияла на количество браков, какие рекомендации о безопасности дают специалисты и все ли их придерживаются. Об этом и не только в интервью программе рассказала начальник отдела ЗАГС администрации железнодорожного района Гомеля Карина Борисенко. 2020 для ЗАГСов всего мира, пожалуй, нетипичный год. Как пандемия повлияла на количество браков? Несмотря на то, что происходит во всем мире, у нас браков стало больше по сравнению с прошлым годом. И подача заявлений все равно не прекращается. Очень маленькое количество людей отказывается. По понятным причинам массовые мероприятия, массовые праздничные мероприятия рекомендовано свести к минимуму. Будем надеяться, что так оно и есть. А вот какие рекомендации по проведению церемонии бракосочетания в ЗАГСе даете тем, кто к вам обращается? Когда приходят граждане, первое, что мы говорим, что на сегодняшний день рекомендовано не более 10 человек проводить торжественные регистрации. Поэтому им предлагается либо перенести на более позднее время, либо уже на следующий год. Люди прислушиваются? Вы знаете, как-то не совсем. Есть, но их очень маленький процент, кто перенес, либо кто немножко отложил на более позднее время. Люди в масках, возможно, празднично декорированных, присутствуют на церемонии? Ну, пока не было. Летний сезон только начинается. Может быть, что-то будет еще, потому что вот только-только начался такой летний свадебный сезон. Поэтому, может, что-то будет интересное, красивое в виде маски. Говоря про рекомендации в связи с эпидситуацией, какую информацию даете тем, кто приходит в ЗАГСа? В ЗАГСе на сегодняшний день просьба обработать руки, приготовить заранее документы. Просим снимать обложки с паспортов, по возможности, чтобы были маски. И мы не пускаем в кабинеты. То есть каждый специалист по своей работе выходит за документами, забирает. Люди сидят в холле, и специалист потом им выносит документы. И для безопасности посетителей, и для безопасности ваших коллег. Конечно. Карина Сергеевна, могу предположить, что выездных регистраций стало больше? Нет. На сегодняшний день как-то вот в этом году, ну, лично в нашем ЗАГСе, не совсем пользуются этим спросом. Как бы, может быть, будет две пока, но они еще не подавали заявление, то есть пока буквально были предварительно записаны. Я, к сожалению, не отвечу, чем руководствуются граждане, принимая это, ну, как бы, желание в ЗАГСе зарегистрировать, либо выездная. Однако такая возможность сегодня есть. Да, есть. Ваши коллеги дали в ущерб регистрации в отделе ЗАГС, готовы выехать на любую или на практически любую выездную площадку? Ну, практически на любую оговорено в законе, какие места выездные считаются, то есть это не просто там лужайка, это определенные там дворцово-парковые ансамбли, например, к празднованию торжества, то есть, ну, архитектурные какие-то здания, памятники. И здесь все-таки нужно разделять регистрация, проведенная специалистами отдела ЗАГС, и регистрация, проведенная приглашенным ведущим, к примеру. Ну, конечно, потому что право на регистрацию брака есть только у работников органов ЗАГС, поэтому иногда молодожены прибегают к тому, когда, ну, мы не можем выехать в ущерб тем, кто расписывается в нашем ЗАГСе, то молодежь, как правило, просто расписывается, забирает рано утром документы, и уже кто-то проводит ихнюю церемонию, скажем, на месте, там, как им уже удобно. Карина Сергеевна, а вот еще актуальная проблема, как повод к размышлению, ведь действительно статистика говорит, что большее количество браков в стране, я так понимаю, в Гомельской области, заканчиваются разводами. Это так? Ну, к сожалению, это, да, на сегодняшний день такая и есть. Как видят ваши коллеги и вы, как можно влиять на проблему, и почему она так устро звучит для Беларуси, да и не только? Честно, даже не знаю. Люди стали больше легкомысленно относиться к этому шагу. Я думаю, да, в этом вы правы. Мне кажется, как и вступая в брак, иногда, не задумываясь о том, что это ответственный шаг, и ты берешь ответственность на себя и за будущее детей, и когда, наверное, сейчас, наверное, вседозволенность есть, как бы я так его назвала, и вот это неумение слышать друг друга, неумение, ну, как-то договориться, и вот этот всплеск эмоций приводит к тому, что прибегают, как бы, в ЗАГС подать заявление, даже не разговаривая с друг другом, находясь в ЗАГСе. А маленький тоже процент, который забирает заявление, как правило, все решено. Хотя возможность такая есть. Примерно месяц заявления лежит в ЗАГСе. Да, ровно через месяц назначается день. На сегодняшний день срок этот не сокращается ни по каким причинам месяц. Ну, это только в ЗАГСе. С 1 июля 2020 года при подаче заявления на развод в ЗАГСах в Гомельской области начнут предлагать возможность консультации с медиатором. Как думаете, доверятся ли люди здесь постороннему? Мне кажется, это будет зависеть каждый индивидуально. Кто-то захочет рассказать, и кому-то это надо. Может быть, есть какая-то проблема, где надо на самом деле просто выговориться. А некоторые, конечно, которые все решено и точка, тогда нет. Спасибо, Карина Сергеевна, за информацию. Успехов в делах и до встречи в эфире. Всего доброго. Еще вчера куртки, а уже сегодня купальники. Жаркое лето нагрянуло внезапно и, пока не передумало, люди пользуются моментом и наводняют пляжи. Да, кого-то держит дома пандемия, страх заболеть оправдан и осторожные вызывают уважение. Но все-таки отказать себе в соблазне искупаться очень сложно. Кто знает, может быть, все лето большинство проведет на родине, и свои пляжи станут единственным местом отдыха. Как начался купальный сезон в Гомеле – сюжет Марины Джалой. И как тебе вода? Супер. Теплая? Теплая. А ты знаешь, что сделаешь, чтобы не утонуть? Ну, нужно быть, не глубоко заплывать и не заплывать за быки. А покажи вот здесь, докуда тебе можно заплывать. А нельзя кидать. Заходи, Владишка. Я вообще люблю воду. Яна в декретном отпуске. Живет в Гомеле рядом с каскадом озер в Волотове. За дочками Алиной и Машей глаз да глаз. Но мама знает, что рядом спасатели. Пляж оборудован, дно почищено, для детей – лягушатник. Все остальное зависит только от погоды. Пляж оборудован для детей в первую очередь, я считаю, что мы здесь рядышком живем. Сделаны ограничители. То есть постоянно присутствуют люди, которые наблюдают за этим. То есть чувствуем себя безопасно. Один из тех, кто помогает контролировать порядок на воде и берегу – Артур. Парень учится в университете имени Франциска Скорины на Юрфаке. Сейчас в составе отряда БРСМ работает на спасательной станции. Для этого прошел специальную подготовку и сдал экзамен. Самое сложное, говорит, доказать пьяным, что озеро вовсе не по колено. И раз за разом повторять мамам, что нельзя спокойно загорать в 30 метрах от трехлетнего ребенка, когда тот плещется в воде. Сложности в том, что очень много приходит с детьми, а дети, как вы знаете, непослушные. Они не слушают ни родителей, но нас вот на самом деле они слушают. Также сложности в том, что много приходит с животными, нам приходится говорить, что нельзя. И, к сожалению, есть люди, которые приходят со спиртными напитками. Приходится тоже им объяснять, что так не положено. Студентов на спасательные станции стали брать на время каникул с прошлого года. В месяц ребята могут заработать примерно по 400 рублей. Крафик работы – два дня по 8 часов и день отдыха. В основном это студенты факультета физической культуры и спорта. Они самые подготовленные. В обязанности уходит, естественно, наблюдение за акваторией пляжа. У нас отведенный пляж есть, вот табличками ограничен, буями ограничен. Вот это водная гладь, это наша, где разрешено купание. Разрешено купание. За буями, естественно, запрещено купание, и там далеко тоже запрещено. Поэтому наша задача, в первую очередь, не допустить здесь утопление, но смотреть и там. Если там идет какое-то нарушение, поплыл кто-то там в запрещенном месте, значит мы идем и предупреждаем, подплываем на лодке. Если он нетранспортируемый, сам не может доплыть, то мы его транспортируем на лодке и доставляем на берег. На платном отрезке центрального пляжа с двумя из своих четырех дочерей отдыхает Александра. Вообще-то вход на этот отрезок бесплатный. Платить нужно только за шезлонги, если они нужны. Меньше людей, спокойно, почище здесь. Хорошо здесь, мне хорошо, мне нравится. А какие услуги, за что вы здесь платите? Не за что вообще. Ну, здесь если что-то покупаешь, да, за шезлонг надо платить. А просто присидеть мне бесплатно. Все дети Александры знают, что в воду заходить без мамы нельзя. Тебе нравится на пляже? Да. А ты купаться ходила? Угу. А ты знаешь, как правильно купаться, чтобы не утонуть? Да. Как? Глубоко не заходить, да? Угу. И с мамой купаться, да? Да. В 10 метрах на бесплатном участке Ирина с внучками. По ее мнению, на центральном пляже все для комфортного отдыха. И дно, и контроль спасателей, и прибрежная зона, и люди вокруг. Раньше было, конечно, больше мусора, больше камней, больше всяких животных, которые живут на дне. А сейчас это более безопасно. Очень нравится, что спасатели, которые дежурят, либо работают у нас на речке, они отслеживают тех родителей, которые недобросовестны, не смотрят за детьми. Пьяных нету. Культурное, наши гомельчане, приятно сюда приходить. Всего в Гомеле для купания оборудованы 10 пляжей. Здесь чистый берег и дно, вся необходимая инфраструктура, туалеты, кабинки для переодевания, фонтанчики с водой, торговые объекты и, самое главное, всегда на чеку спасателей. На пляже есть целый комплекс мероприятий, которые до начала, для открытия купального сезона, должны быть выполнены всеми структурами органов власти, не только осводом. Освод несет службу уже, когда пляж принят, когда он уже освидетельствует санэпидстанция, прошла контроль и очищена подводная часть пляжей. Все строения, которые необходимы быть на пляже, то есть раздевалки, грибки, скамеечки, урны должны быть, туалеты. Конечно, кому-то хочется отдыхать в более уединенных местах или там, где это в принципе запрещено. Но нужно помнить, если что-то случится, помочь, возможно, будет некому. Поэтому выбирать следует только безопасные, специально оборудованные пляжи. Если говорить применительно к центральному пляжу, вот акваторию, которого мы видим, здесь был организован и подвоз песка, достаточно безопасно оборудована прилегающая к воде зона, удален всевозможный и растительный мусор. Кроме того, все, что я сказал выше, от малых архитектурных форм до мусороудаления, до водопроводной воды, до точек, которые осуществляют малую торговлю, здесь мы все это можем видеть. Я думаю, что городскими властями предприняты все меры для того, чтобы наши жители, жители нашего города, гости нашего города чувствовали себя здесь очень и очень комфортно. Кстати, на Любинском озере теперь можно прокатиться на катамаране. Судно, как и шезлонги, дезинфицируют. Жилеты взрослым и детям одевают спасатели, подбирая по размеру и надежно фиксируя. У нас созданы и оборудованы шезлонги, имеются, постоянно они обрабатываются, проводится тоже дезинфекция, имеются все для этого средства у нас. Катамараны тоже приведены все в полную готовность. Оборудован лягушатник, полностью зона купания, вот люди уже полностью все это дело облюбовали. Палатка, вот напитки тоже установлена, там уже торгуют тоже напитками разными. Ну, планируется еще торговля квасом, мороженым здесь тоже на период летний. Особенно важно, чтобы родители не отпускали детей одних на водоемы. Лето еще только началось, а трагедии уже произошли. На днях в Гомельском районе утонул подросток. Он стал 16-й жертвой воды с начала этого года. Марина Джалая, Валерий Гопанько, новости недели. И на этом у меня все. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова